здравствуйте уже мои коллеги и зрители канала заметки электрика сегодня у нас на дворе 21 ноября 21 11 21 год мы сегодня проводим испытания реле арбуза 2 холодом все вы уже знакомы с данным реле о нем я неоднократно рассказывал на своем канале проводил ему очень обширные испытания проверял уставки срабатывания при повышении и понижении напряжения производил проверку данного реле напряжением 440 вольт в случае аварийной ситуации при обрыве нуля в трехвазной сети также проводил ему проверку первичным током 63 ампера и даже больше проводил проверку внутренней защиты данного реле от перегрева от повышения температуры внутри его корпуса и так далее все это вы можете увидеть у меня на канале в отдельном видеоролике вторым этапом испытаний была проверка большинства распространенных реле напряжения которые есть на рынке измерял я у них время срабатывания об этом тоже есть отдельный сюжет на канале можете его посмотреть но в принципе после этого уже сформировался у меня ряд реле напряжений которым я отдаю предпочтение и одним из фаворитов является как раз таки арбуз d2 но у данного реле один есть существенный недостаток это температура его эксплуатации она не должна быть меньше минус 5 градусов то есть реле не предназначено для установки его на улице она предназначена для установки только внутри помещений но я все же вопреки требованиям производителя решил испытать данное реле холодом то есть отрицательными температурами идея какая проверить как реле выживет в наши суровые уральские зимы при отрицательных температурах периодически я буду приезжать ну и смотреть как вообще состояние данного реле работает она не работает может быть она от холода даже вообще перестанет что-либо показывать то есть индикация может быть даже не будет работать на данном случае вы видите 233 напряжение 233 вольта так что вот такие вот планы температура у нас данный момент составляет минус 3 градуса идет обильный снегопад вот видите у нас уже выпало очень много снега так кстати это у нас щит со степенью защиты и 55 видите здесь вот уплотнения есть здесь вот есть по сторонам поэтому принципе может быть не так данному реле будет и плохо а здесь по схеме что у нас стоит в 1 автомат на 25 после него в 1 зона 25 дальше стоит у нас счетчик и уже реле крыле уже непосредственно подключена нагрузка то есть кабель в дом вот видите классная функция яркость дисплея поставил в ноль и он как бы вот нисколько не привлекает внимание не будет привлекать внимание в ночное время но здесь не обращайте особого внимания почему так подвязан щит пока здесь стройка не закончилась поэтому он пока временно так вот прихвачен потом соответственно будет либо лента переносится сейчас это все я оставляю на улице это я защелкиваю так вот в таком виде он у нас будет зимовать прошел месяц вот 24 декабря 21 года температура сегодня минус 20 градусов 228 вольт меню не тормозит все быстренько переключается реле функционирует нареканий к ему пока нет выпало столько снегу какие шапки в общем наблюдаем дальше 9 января 22 года полет нормальный минус 13 градусов крылья на река не нет все работает вот меню ничего не тормозит все переключается наблюдаем дальше так пробираемся вот наш уличный щит сегодня у нас 22 января 22 года 1335 щит уже так есть позамерз оно и понятно стоят уральские морозы по ночам минус 20 минус 25 днем где-то 13 15 сейчас от минус 13 градусов данным в данное время здесь что у нас в общем светодиод горит реле у нас в работе так вроде все без нареканий то есть меню листается без торможений каких-либо вообще здесь по погоде очень все красиво получается как я и хотел зима хороша у нас много и снега к тому же вон большие перепады температур может быть так что сегодня ночью минус 25 а завтра утром уже может быть минус 3 всего то есть для реле это как раз таки самые наихудшие условия проверки вот такой именно эксплуатации ну и влажность само собой также с этими перепадами соответственно внутри корпуса реле так как вот эта крышка на не герметично по сути и там тоже есть щель да вот здесь вот то это все и принимает на себя удар это реле что нам и надо чтобы убедиться в том что она у нас в такую погоду в такую эксплуатацию выдержит и останется работоспособным все промерзла насквозь это было просто очередное включение у его проверки вдруг она бы уже не срабатывала или было бы уже не в работе и мы бы сразу его сняли она продолжает у нас зимовать успешно так что наблюдаем дальше включение 20 февраля 22 года 232 вольта светодиод горит реле у нас включено нареканий нету все работает очень много снега в этом году очень много пробираясь каждый раз к щитку сегодня у нас ночью было минус 10 сейчас плюс 20 что наблюдаем дальше наблюдаем дальше на дворе у нас 1 октября 2022 года вот первое октября 2022 года все у нас здесь неизменно работает немножко реле грязное в общем реле у нас прошло успешно прошло зимовку вот видите у нас тут опять снег уже выпал в этом году рано сейчас я это реле буду снимать и проводить ему испытания я его устанавливал в ноябре практически уже прошел год его эксплуатации на улице все реле снято и отправляется в лабораторию на испытания ну что продолжаем испытания холодом так сказать второго нашего экземпляра это уже реле напряжения от велрок и до 263 ампера и все сделаем аналогично установим его в в уличный щит и посмотрим как она проживет нашу суровую уральскую зиму на дворе у нас 5 ноября 23 года температура на улице составляет около 0 градусов уже снег выпал и с текущей даты у нас пойдет отчет нашего испытания реле установлено абсолютно на это же место на это же щиты где проводились испытания реле airbus d2 сейчас здесь отображается 232 вольта но на дневном свете это не очень видно вот яркость уменьшаем полностью на ноль это для того чтобы данное реле не было заметно здесь у нас в щите и вот таким образом оставляем зимовать наши реле велрок очередное включение 26 ноября 23 года полет у нас отличный 227 вольт напряжение продолжаем зимовать пока температура достигала у нас до минус 10 минус 12 градусов но еще вся зима впереди сегодня 2 декабря 2023 года это у нас очередное включение смотрим состояние нашего реле ну с виду вроде все нормально светодиодик у нас здесь светится напряжение у нас показывается текущая температура минус 5 ночью минус 9 в ближайшее время у нас ожидается более отрицательная температура минус 16 минус 15 минус 25 минус 32 31 вот как раз будет замечательная температура для тестирования нашего реле ну все на этом все до следующих включений сегодня у нас 6 января 2024 года и очередное включение и очередное включение по состоянию реле напряжения волрок до 263 237 вольт показывает реле горит зелененький светодиод символизирующий о том что напряжение имеется на нагрузке и что реле сейчас замкнуто то есть реле находится в работоспособном состоянии за это время у нас было около 10 дней температура ниже 30 градусов вплоть до 36 37 температура доходила и текущая температура у нас минус 19 градусов видите сегодня было ночью 25 22 21 25 28 27 то есть такие самые штанина есть суровые уральские условия эксплуатации оставляем реле зимовать дальше еще впереди у нас практически январь месяц февраль месяц март оттепель ну что пора снимать наше тестируемое реле на дворе у нас 3 июня наконец-то настало тепло весь май у нас температура была около нуля градусов по ночам даже был минус поэтому я оставлял реле до последнего вот дату видите на счетчике 0306 24 итак реле у нас находится в работе никаких нареканий к нему нет вполне себе функционирует вот напряжение 234 вольта все эксперимент у нас закончился все реле я снял и оно отправляется у нас на испытания в электролабораторию с первым реле арбуз d2 который у нас был протестирован до этого вот те самые экземпляры которые прошли огонь воду и медные трубы а если быть точнее то самые что ни на есть стандартные климатические испытания но только не в лаборатории а в реальных условиях эксплуатации климатическим испытаниям относятся испытания на стойкость изделий от воздействия внешних воздействующих факторов таких как пониженная и повышенная температура окружающей среды а также ее резкой смены воздействие повышенной влажности воздействие пониженного и повышенного атмосферного давления соляного морского тумана песка пыли дождя солнечного излучения иния и последствия его оттаивания проверка также герметичности оболочки изделий и так далее вот я прикрепил графики погоды из архива за 2021 год, за 2022 год, за 2023 год чтобы вы могли посмотреть условия проведения данного эксперимента отрицательные температуры я вам частично показывал при моих визитах к щиту а влажность в осенне-зимние месяцы составляла в районе 78-82% после всех экспериментов данные реле остались у нас работоспособными тем не менее я хочу проверить их более повышенным напряжением чтобы в этом окончательно убедиться и уже по традиции я подниму напряжение до 440 вольт сейчас на обоих реле вы видите напряжение 221 вольт это у нас на устройстве 221 вольт и наводим напряжение реле естественно срабатывали вот 399 тут разница уже появилась но это мы уже обсуждали в прошлый раз и навожу 440 вольт 440 вольт здесь у нас 439 ну 440 можно сказать ровно ну и давайте под этим напряжением оставим в реле некоторое время и понаблюдаем за ним время пошло прошло уже 1800 секунд это ровно полчаса напряжение у нас составляет 442 вольта и оба реле у нас остаются работоспособными давайте подытожим моей целью было проверить реле напряжения Airbus D2 и WEVROG D2 в основном отрицательными температурами резкими ее изменениями повышенной влажностью а также инеем и последствий его оттаивания как вы видели инея там было предостаточно реле остались у нас вполне себе работоспособными а значит их можно эксплуатировать при температурах гораздо ниже чем заявлено в паспорте да изделий в выборке не так много тем не менее уже хоть какая-то имеется статистика и да прошу заметить это не совет и не рекомендация к действию отдавайте себе отчет в том что реле потенциально может выйти из строя так что такое мероприятие проводите исключительно на свой страх и риск кстати у меня появилась предварительная информация от производителя WEVROG про Airbus в данный момент ничего уже сказать не могу в общем WEVROG планирует провести официальные климатические испытания в лабораторных условиях для подтверждения работы реле при более отрицательных температурах и это будет отлично если реле получит официальное разрешение для эксплуатации его при отрицательных температурах порядка там до минус 25 градусов а то может быть и вовсе до минус 40 что безусловно будет еще одним весомым его преимуществом перед остальными реле на рынке на этом пожалуй все кому понравился данный эксперимент то обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал а также социальные сети Instagram и Telegram все ссылки указаны в описании под видео ну а с вами как всегда был Дмитрий автор канала Заметки Электрика до новых встреч